всем привет меня зовут катя мы сейчас находимся в лагере я употребляла наркотики и мы родители хотели мне помочь привезли сюда не сказали зачем куда мы едем когда пришла я очень испугалась они видели как моя жизнь рушится как у меня нет мне пропали все хобби у меня просто вся жизнь летела хотя раньше у меня была куча хобби я очень много чем занималась я отчислилась из университета в которой я мечтала поступить музыкальный и было видно что со мной что-то не так и что мне нужна помощь когда давно 14 лет я выкурила траву на берегу моря если так хорошо было но после чего оказалось что но не все так радужно что это была ловушка и в итоге я пересела на тяжелые наркотики что-то там мы на укулельки играли все было хорошо потом я вернулась в свой город в москву и меня сильно затянула я была там активно и очень все время что-то рисовала писала была но можно сказать лидером православной школами было 9 лет училась православной школе там церковнославянское пение церковнославянский язык всякие такие предметы молитвы перед едой после еды там в храм по воскресеньям может но я не могу сказать что как-то конкретно когда-то типа изменилась просто началась ну какая-то тревога постоянно что вот типа я проснусь я не знаю что делать ну понемногу я счет вы не замечала что я теряю типа интерес ко всему у меня с родителями очень хорошие отношения и они видят когда что-то не так типа идет у меня меня получается на всю осень вот закрыли дома и по программе одно нарко и вроде все нормально было первые месяца два-три когда я вышла а потом я люто заторчала так до этого вообще не торчала с тем что мне было плохо и я знала уже что наркотики ну как они воздействуют типа на человека что они типа ну там убьют все такое а мне типа хотелось что-то такое сделать как-то себя навредить после экстерната просто на тусовку просто одна я забивал ну крепким алкоголем тяжелым у меня постоянно какая-то тошнота и мне не было от этого ну как-то хорошо не знаю я не особо помню тот период времени и это еще часто память отшибает и не помню часто как и приходила там домой что вообще было но мы гуляли там как-нибудь красиво одевались гуляли в москве все нас смотрели но мы употребляли ходили там салоны салон тачек mercedes там сидели вечно он свой рэп включал в них постоянно короче что такое было примитивное всякие развлечения но на тот момент мне это нравилось один раз мы у меня встретились ну чем-то нажались прям тяжелыми типа препаратами в тот раз я поехала его провожать на маршрутке мы родители по геолокации посмотрели они за мной всегда шпионит по геолокации реально давно уже потому что знают что такое часто происходит и вычислили меня и забрали меня от него я приезжаю домой и просто врубаюсь за кухонным столом очнулась когда там скоро я была уже запретили нам общаться но мне было все равно если я люблю человека то я всегда буду с ним общаться меня было множество реально жестких историй и ну я не знаю как я выжила потому что они реально трушо мне повезло что я во время остановилась оказавшись здесь помню как пьяная очень сильно спрыгнула с третьего или четвертого этажа посередине лестничного пролета так и не знаю почему я этому не помню очнулась с переломом но со смещением осколка 8 швов вот так на всю башку я не знаю зачем мне кажется постоянно происходит такие несчастные случаи с употребляющими ребятами помню как меня прыгнул ножом солевой мальчик на тусе которого я хотела успокоить потому что мы мерещились какие-то злые существа здесь но он правда как салхаром выглядит но это ножичка помню как меня мальчик залил перцом перцом баллончиком просто почти весь за исключением вот наверное донышка перцовки в глаза за то что не дала одну сигу сигарету покурить потому что у меня была последняя он разозлился будучи пьяным и вот так поступил я валялась на проезжей части задыхалась потому что я с принципа не отошла от струи перца мне потом показывали кровь его на ботинках и такие истории происходили постоянно хорошо что не прекратились потому что вот так проскочишь проскочишь а когда нибудь не факт ну мне давно нравились татуировки всякие на людях но я сама там рисую по юну творческий человек и мне хотелось как-то выделиться наверное она начала бить татуировки которые но вообще ничего типа не значит потом поняла что это много денег требует и купила просто сама себе эту машинку делала на лицах людям на шее в основном без эскиза то есть просто на коже изначально я это делала но для контента потому что веду блог и людям будет интересно на такое посмотреть я ноги себе забила и чуть ручку но у меня есть три татуировки которые связаны с наркотиками 420 эндорфин с интоксикаейшн и еще холлокити с бонгом но я придумала уже на ребе прикольные эскизы как это перебить и не мне нравится больше чем изначально и дарфинс токсикаейшн это ссылка на творчество но вот этого человека которыми подсадил я знала что там к это девчонка его новая на ноге чат где-то сбоку набила я думаю а я что я лучше я сразу здесь сделала вот и набила но мне не нравится я тоже придумал как перебить наверное многие смотрят сейчас на людей которые как-то ярко выглядит у которых вокруг них много людей постоянно какой-то алкоголь красивый ну на вид и ну завидуют скорее всего и хотят быть как они я тоже такой была лет но в 14 я мечтала попасть такую компанию эстетично курить траву на балконе в итоге но я стала какой и хотела какой мечтала всю осознанную типа жизнь и я не стала и счастливее я ну как-то себя потеряла понятно что дело в наркотиках когда я попала сюда я ну это все переосмыслила мне в этом помогла ну наша команда нашего реп-центра и я осталась собой мы индивидуальность еще на месте я наоборот больше развиваюсь я прочитала много всего вдохновляющего и не я нашла себя и мне стало комфортнее просто оказалось искать надо себя ну не на всяких притонах и в песках а на путем саморазвития до того как я попала на рехаб я училась в невере в москву music school но это такой крутой универ где учат писать музыку продвижение короче вся все что нужно будущему исполнителю и в конце первого курса у нас первый концерт должен был быть и все так круто было но я торчала и где-то уже через два с половиной месяца наверное просто оттуда ушла потому что конечно торчать то интереснее и легче чем что-то стараться и вкладываться в будущее тот момент когда я начала торчать все мне не хочется уже смотреть какие-то разборы что-то новое пробовать мне хочется полежать на кровати отдохнуть после тусовки и найти себе следующий у меня никаких не сил ни времени не было дальше мое развитие не двигалась с тех пор как я начала употреблять но именно музыкальное какое-то я решила что хочу себя убить 17 лет и решила что перед этим надо попробовать мифедрон потому что считала что это наркотик поколения который обязательно нужно попробовать и сказала маме типа мама я попробовала мифедрон ну просто не знаю зачем потому что меня это волновало мне хотелось чтобы она это знала она спрашивает зачем я говорю ну я хочу умереть и сначала попробовала она она привыкла у меня типа были суицидальные мысли но давно уже и время от времени просто они обостряются я ну лет с 14 на таблетках но я думаю что вот все эти проблемы были потому что я не особо понимала кто чем я хочу заниматься меня все пугало как-то сейчас я понимаю кто зачем я здесь зачем я прохожу программу какие у меня цель на жизнь и поэтому я себя люблю и я себе ну цена и не хочется не то что себя убить а мне хочется заботиться о себе сохранить себя чтобы дальше развивать всякие свои идеи ну крашусь по-разному там ярко эскизы которые дальше буду бить себе другим много пишу песен здесь же люди у каждого своя необычная история и у меня много вдохновения постоянно кто-то что-то рассказывает и постоянные какие-то цитаты ловлю которые мне нравятся и он короче постоянно записываю что-то куча черновиков из которых потом я уверена что выйдет ну хотелось бы сейчас для меня но нарко это как но такая опора я знаю что всем хочу создать свою жизнь я хочу здесь помогать людям потому что здесь реально крутой коллектив меня очень ну поддерживают меня любят и я люблю людей отсюда сейчас я старший отряда ответственная вещь мне очень нравится это моё место я хотела бы продолжить в этом центре развиваться волонтерить может быть стать воспитателем если все удастся это нравится это крутой центр